Добрый день, коллеги! У нас начинается новый, второй модуль, и мы будем говорить про инструменты работы с текстом. И темой сегодня будут трансформеры, то есть определенный тип нейросетей и то, как они работают с текстом. Мы немножко посмотрим на то, что у них внутри, разберемся, как они берут наши запросы и превращают уже в свои ответы, и посмотрим, как они обрабатывают текст. Это важно для того, чтобы вы понимали, какой результат вы можете получить от нейросети, а какой пока недостижим. Также углубимся в тему промптов, то, что вы делали для генерации изображений, теперь разберем для генерации текстов. Там намного больше хитростей, намного больше правил и советов от меня вы услышите. Поэтому эта тема называется «Дизайн промптов. Как правильно не только писать, но и оформлять». Оформление в этом вопросе очень и очень важно. Вообще, я долго думала и решала, стоит ли вас настолько глубоко погружать в тему. Но пришла к выводу, что, если я смогу объяснить простым и понятным языком, это пойдет только на пользу. У многих людей есть ощущение от нейросетей, от появления чат GPT как от волшебной кнопки. Мы на нее нажимаем, там происходит магия и появляется правильный текст. А если не появляется тот текст, который нам нужен, ну, значит, фокус не удался. На самом деле все несколько сложнее и хороший фокусник всегда знает, что происходит за курицами. Поэтому вас ждет некоторое углубление. Давайте я напомню вам, что нейросетями мы называем алгоритмы, которые умеют сами обучаться. И первый вопрос вам, уважаемые коллеги, сразу в чат. Как вы думаете, какой первый самообучающийся алгоритм работы с текстом появился? Это было достаточно давно, и он появился на мобильных телефонах впервые. Самообучающийся алгоритм, который умеет работать с текстом. Да, совершенно верно. Все началось именно с Т9. И сами видите, да, как давно началась эта история. Т9 очень прост. Это еще не нейросеть, это просто алгоритм, и у него смысл такой, что он предугадывал следующее слово. Т9 не умеет думать в рамках текста. Он видит слово и продолжает его. Например, если я скажу слово «яблоко», какая у вас ассоциация к этому слову? Так, хорошо. Яблоко, раздора, хорошо. Слово «раздор» какую вызывает ассоциацию? Ну, может быть, там тоже, да, гнев, обида, либо история какая-то, ссора, да. И вот получается «яблоко, раздора, ссора» – это не осмысленный текст, но именно вот так вот думает Т9. Дальше, после этого появились как раз первые нейросети. Если нужно умное слово в разговоре сказать, скажите «рекуррентные нейросети». Это переводится как «то, что умеет заглядывать в прошлое». То есть первая нейросеть умела читать предыдущие слова и создавать следующее. Уже намного интереснее, чем Т9. Т9 видел только текущее слово, а первая нейросеть умела видеть те слова, которые перед ним. Но «рекуррентные нейросети» тоже не воспринимали текста, а видели только цепочку слов. И поэтому работали не очень хорошо. А вот настоящий прорыв, настоящая революция произошла тогда, когда у сетей появилась внимательность. Ну, рекурсия, да, там тоже корень одинаковый, но рекурсия – это как бы самоповторение, а тут именно обращение к прошлому. И когда нейросети научились быть внимательными, вот тогда они стали воспринимать текст как единое целое. Такая нейросеть состоит из множества слоев. Каждый слой смотрит на текст и находит какое-то интересное ему слово. И смотрит, как оно связано с остальными. Вот выглядеть будет вот таким вот образом. Один слой, оранжевый, он увидел в предложении слова «it» и подобрал по ассоциации из этого же предложения слова и понял, что слово «it» относится к слову «animal». Да, это животное. У той же самой нейросети зеленый слой увидел слово «it», но он нашел другие слова. Он нашел слово «устало» и понял, что оно устало. И получается, что у нейросети один слой увидел «это животное», другой слой увидел «оно устало», третий нашел что-то свое. И таким образом нейросеть поняла, в чем состоит идея текста. Но понимает нейросеть совсем не так, как мы с вами. У нее для этого совершенно другое устройство. Да, нейронные сети похожи на то, как думает наш мозг, но поскольку мозг заметно сложнее, у нейросетей структура упрощенная. И современные нейросети для генерации текста – это трансформеры. Что это такое и с чем мы будем в дальнейшем работать. История про трансформеры началась в 2017 году. Исследователи из нескольких подразделений Google придумали, как можно использовать механизм внимания в своих нейросетях. И выстроили этот процесс, то есть выстроили архитектуру, которую назвали трансформером. Если старые нейросети, а ведь у них очень-очень давняя история, умели работать с текстом последовательно, то трансформеры умеют обрабатывать параллельно информацию на разных уровнях. Как раз вот за счет внимательности. Один слой видит одни ключевые слова, другой слой видит другие ключевые слова. Все это происходит параллельно и получается, что нейросеть работает и с текстом, и с тем, чему она была обучена, и с запросом, который ей отправил пользователь. Как выглядит архитектура трансформера, да, вот то, что как раз было придумано вот уже 7 лет назад. Состоит из трех основных частей. Первый – это энкодер, он переводчик. Когда вы пишете запрос, вы пишете его на человеческом языке. А какие бы классные нейросети не были, они все равно человеческий язык не понимают. Хотя у нас часто создается иллюзия, что мы беседуем с кем-то одушевленным, внимательным, отвечающим в нашем стиле. Это не так. Для того, чтобы нейросеть поняла, что вы ей говорите, энкодер работает как переводчик. Он берет ваш запрос и переводит его в формат, который понятен нейросети. Внутри этого математика. И на выходе получаются цифры. То есть на самом деле нейросеть оперирует с числами, но не с нашими словами. Дальше эти числа попадают в черный ящик, а он действительно черный. Даже разработчики нейросетей не могут точно сказать, что там происходит внутри. И сейчас только-только начинается исследование этого процесса. На самом деле там действительно практически черный ящик. Вот ваша последовательность цифр ушла в него, что-то там произошло. И затем подключается третья часть. Декодер. Он вот эту математическую последовательность обрабатывает, выстраивает и переводит обратно на понятный вам язык. Ну, то есть если вы с ним говорили по-китайски, он вам ответит на китайском. Если вы говорили с ним по-английски, но в конце написали «Отвечай по-русски», он ответит на русском, потому что вы так указали. Вот три слоя. Первый – переводчик. Второй – это какая-то магия. А третий – это как раз та часть нейросети, которая отвечает на ваш запрос. Соответственно, важно запомнить, что текст не понимает никакая нейросеть. И она на самом деле не общается с вами. И тем более у нее не может быть чувства каких-то эмоций. Это только последовательность чисел, над которыми происходят математические операции. И если мы будем понимать, как нейросеть наши слова превращает в числа, и что именно она с ними делает вот там вот внутри, да, за интерфейсом сервиса, мы поймем, что ей нужно писать, чтобы она выдала именно нужный нам ответ. Таким образом, все мастерство работы с генеративными нейросетями, с нейросетями, которые пишут вам тексты в ответ на ваш запрос, состоит в том, чтобы правильные слова написать в вашем запросе. А правильные – значит предсказуемые. Вы можете понять, предсказать, что именно нейросеть с ними будет делать. Вот давайте посмотрим сейчас шаг за шагом, как все происходит. Вы берете, открываете чат, например, чат в Телекраме, да, с GPT, или открываете сервис, гигачат, Яндекс.GPT, неважно, и пишите туда свое предложение. Первое, что делает энкодер, это разбивает его на части. Это очень важный этап. Без вот такой вот разбивки по частям не будет никакой дальнейшей операции, потому что это для нас с вами текст. А для нейросети это должны быть какие-то понятные кусочки. Мы их называем токены, да, потому что каждый токен обрабатывается примерно одинаковым образом. В английском языке, мы об этом еще поговорим сегодня, часто одно слово – один токен. В русском все несколько сложнее. Вот энкодер взял то, что вы ему написали, разбил на маленькие части, с которыми он может работать. Дальше он берет каждую часть и проверяет, рядом с какими другими словами она встречается чаще всего. Вот слово «работать» чаще со словом «вчера» или со словом «завтра», со словом «утро» или со словом «вечер». Он перебирает вот эти варианты, выписывает закономерности и по итогу получает вот ту полоску, которая показана внизу. На самом деле она не цветная, на самом деле это последовательность цифр, но она выглядит каким-то определенным образом. Мы ее можем вынуть из нейросети, из энкодера и посмотреть на нее, понять, что это за математическая последовательность. То есть слово переводится в последовательность цифр не по количеству букв, не по той части речи, которую оно из себя представляет, а исключительно потому, рядом с какими другими словами оно стоит чаще всего. Дальше. Все слова, которые в вашем запросе написаны, переводятся в такие последовательности. Вот здесь они похожи на полотенце. И собирается числовой массив. То есть весь текст превращается в числа. Сначала отдельно каждое слово, а потом все это вместе собирается, и получается такой огромный массив чисел. Вот именно он отправляется уже в черный ящик нейросети. Именно этот формат для нейросети понятен. Так, если что-то непонятно, если где-то не сразу укладывается, пишите вопросы. Я, если надо, буду возвращаться на шаг назад. То есть здесь нам важно понять. Нейросеть любой ваш запрос переводит в числа. Для этого она проверяет каждый токен, это часто каждое слово или часть слова, рядом с какими другими словами оно стоит обычно и получает список вероятностей. Любая нейросеть работает с вероятностями, а не со словами. Дальше мы переходим в сам черный ящик. И тут как раз срабатывают механизмы внимания. Наши разноцветные полотенчики, которые попали в нейросеть, механизмы внимания изучают их и внимательно рассматривают. Вот так же, как мы рассматриваем книги и можем разделить это художественная литература, это научно-популярная литература. Почему? Какие признаки есть? Мы можем сказать, что это импрессионизм, а эта картина – абстракционизм. Почему? На какие признаки мы обращаем внимание? Точно так же нейросеть делит все слова по определенным признакам. Вот видите, слова «море» и «океан» – они разные, но чем-то похожи. Есть какие-то цветные полоски в этих полотенчиках, которые стоят на одних и тех же местах. А вот слова «футбол» и «футбольные» похожи еще больше, в них еще больше совпадающих полосок. Местоимения тоже чем-то похожи. И значит, наша нейросеть, внимательно на это все посмотрев, может все слова разделить на определенные категории. То есть сделать, в принципе, то же, что делаем мы с вами, еще обучаясь в школе. Вот это существительные, вот это прилагательные. Или вот это вот эпитеты, а это метафоры. Точно так же нейросеть может разделять слова, опираясь на какие-то признаки. Но нам эти признаки задают в школе, на какие вопросы отвечает, какие грамматические формы имеет, там какую роль играет в поэзии и так далее. А нейросеть делает то же самое, но глядя на числа. И за счет того, что нейросеть может отличать слова друг от друга, она может лучше понимать их значение. Например, в верхнем предложении слово «интерест» – это «нравится», а в нижнем предложении «интерест» – это «процентный». И для нейросети это разные слова. Она их действительно отличает. И на русском языке, когда вы пишете «замок» и «замок», для нейросети это тоже будут разные слова. Почему? Как она понимает, что эти слова разные и что именно они могут обозначать? Дело в том, что она смотрит на окружающее, то есть не на одно слово, а сразу на весь текст. И вот рядом с верхним «интерест» стоят важные для нее слова «ноу» и «ин». Ага, говорит нейросеть. Обычно вот такие вот слова используются, когда говорят о том, что что-то нравится. А рядом с нижним она замечает слова «рейт» и «бэнк», «ставка» и «банк». И говорит, ага, обычно рядом с ними стоит что-то про проценты. И значит, верхнее слово я буду понимать как то, что кому-то что-то нравится, а нижнее слово как то, что что-то увеличивается по проценту. Опять же, ничего сверхъестественного. Мы с вами делаем то же самое, только мы это делаем при чтении текста автоматически, часто не осознавая, как мы различаем слова. А вот нейросети для этого нужно потратить время и ресурс. Ну, что поделать, наш мозг все-таки совершеннее. Это все сделал наш черный ящик внутри. То есть он определил, анализируя числа, он определил значение слов. А дальше в дело вступает декодер, последняя, третья часть. Он смотрит и говорит. Вот рядом с этими словами обычно стоит слово «about», «мо», «э» и «бэйс». Но чаще всего, анализирует он вероятность, раз у него есть эти числа, он чаще всего обычно ставит слово «about». А после слова «about» часто ставят слово «экономика» и «подкасты». Ерунда какая-то получается. Поэтому декодер делает несколько проходов. Он собирает цепочку слов, основываясь на вероятностях, а затем повторяет, повторяет, пока не получает несколько цепочек. И дальше оценивает по вероятности уже всю готовую цепочку. В данном случае он выбрал «Fo-Final Thames» – это газета, которая была основана в 1888 году. Вот, кстати, обратите внимание, год – это тоже последовательность чисел. Это не число 1888, это тоже последовательность чисел, которая основывается на каких-то вероятностях. Все. Дальше страшно уже не будет. Вот это вот самое глубокое погружение, которого, я думаю, вам достаточно. Мы можем сделать выводы о том, что сначала нейросеть переводит слова в числа. Дальше она анализирует эти числа, чтобы понять примерное значение слов и с какими другими словами они встречаются чаще всего. А дальше просто собирает последовательность для дальнейшего текста. И здесь самая хитрость как раз в том, чтобы в вашем запросе написать те самые слова, которые вот через эти сложные-сложные преобразования вызовут правильную цепочку текста. Мы это и называем умением писать промпты. Но о промптах немножко дальше. Давайте посмотрим теперь, где вот эти вот прекрасные модели, которые умеют делать эти преобразования, вводятся. Это на самом деле важно, потому что разные нейросети хорошо решают разные задачи. И когда вы будете понимать, какая нейросеть, с какой задачей лучше справляется, какая делает быстрее, какая делает дешевле свою работу, какая экономит слова, а какая умеет брать файлы и читать информацию внутри их, вы сможете подобрать ту, которая лучше всего подходит для вашей работы. Да, тут действительно все просто. Когда начинаешь вот так вот упрощать. Если углубляться, там очень много нюансов, очень много механизмов, иначе бы у нас не было столько различных нейросетей. По факту вот эту вот простую архитектуру трансформера, каждый, простую в кавычках, да, каждый разработчик генеративных моделей дорабатывает по-своему. Вот у Google, например, две основных архитектуры, у GPT третья, у французов Мистрали четвертая. То есть они докручивают, дорабатывают. Кто-то делает больше слоев, кто-то сильнее обучает, кто-то придумывает какой-то необычный способ вообще-то вероятности, и он срабатывает лучше. Это стадия постоянных экспериментов. И поэтому чем новее, тем лучше. Теперь вы знаете, что самая новая архитектура, самый новый способ построения нейросетей – это трансформеры. И значит, все, что не трансформеры, мы брать не будем. Будем брать только самые последние модели. Вот самый последний сейчас – это GPT. GPT – это не имя собственное, это как раз название трансформера. Он генеративный, предобученный и при этом еще и трансформер. Но GPT существует на самом деле очень и очень много. Самый известный, с чего и начался бум, первый, кто открыли доступ обычным пользователям – это компания OpenAI. Сейчас их нейросеть, чат GPT – это флагман рынка. И то, что, опять же, можно красивым словом в разговоре щегольнуть, да, state of the art – стандарт отрасли. Золотой стандарт. Открыли его, когда была модель 3 и 5. Потом появилась четверка. Вот буквально несколько дней назад вышла четверка Omni. Еще более продвинутая версия, еще более интересная. И действительно, вот такие вот скачки по качеству, они видны даже не специалистам, а обычным пользователям. Ждем пятерку, наверное, она будет совершенно сумасшедшей. Чтобы получить доступ к чат GPT, нужно либо регистрироваться на самом сайте OpenAI. Сейчас дали бесплатный доступ без регистрации, но все равно есть некоторые сложности с подключением, и всех незарегистрированных бесплатных пользователей при нагрузке большой, конечно, отключают в первую очередь. Помимо этого, вы можете получить доступ через Telegram-боты и через агрегаторы. Обращайте внимание, что через Telegram-боты часто доступ идет к версии 3 и 5. А вот она по сравнению с четверкой, особенно четверкой Omni, не очень умная. Соответственно, работа в чат GPT строится по принципу именно чатов. То есть поэтому именно чат GPT. Они придумали такой интерфейс, и остальные компании его подхватили. У вас есть слева список чатов, а посередине есть диалог. Вы пишете реплику, следующую реплику пишет нейросеть. И таким образом вы продолжаете вот это вот общение. Так, ну и немножко в процессе. Я записывала видео для другого проекта, показывала работу. Видите, здесь еще только появилась четверка. Интерфейс немножко староват, но принцип сам по себе достаточно простой. Вот от меня идет запрос, это обычный запрос, это не какой-то промпт, и нейросеть пишет ответ. Она старается сразу аккуратно отформатировать, сразу выдать информацию, разделенную по пунктам, если вы не указали что-то другое. И вот, как видите, заканчивает она какими-то дополнительными абзацами. То есть старые версии, ну что говоришь, и современные версии ChatGPT грешат тем, что они выдают не только ответ, но и очень много вводного и заключительного текста, который может быть очень и очень лишним. И вот сейчас второй прогон, можно сделать третий прогон. Добавляя или меняя какие-то слова, мы будем получать от нейросети разные ответы. И даже если один и тот же запрос мы отправим несколько раз, мы все равно каждый раз получим разный ответ. Так, упс, секунду, я сейчас пролистаю до правильной версии. Следующий игрок на рынке – это, конечно же, Google. Поскольку они первые придумали подход с трансформерами, у них и первые такие модели появились. Сейчас они несколько отстают от OpenAI, но тоже продолжают работу. Их модели сменили несколько раз название. Сейчас называется Gemini. Будет у Gemini версия обычная для всех пользователей, продвинутая для платных пользователей и маленькая Gemma для мобильных телефонов. У Gemini по-другому моделька обучена. То есть по сравнению с ChatGPT модель учит по-другому. ChatGPT учили только текст, показывая. А вот Gemini с самого начала показывали и картинки, и аудиофайлы, и тексты, и PDF-ки. И из-за этого она работает по-другому. То есть вот здесь вот обучение играет очень большую роль. А сейчас самая последняя версия 1.5. К ней доступ ограничен. И можно подключиться через некоторые сайты-агрегаторы. Единицы уже слегка устаревшая версия на сайте Gemini доступна бесплатно. Можно любому человеку перейти и попробовать. Вот таким образом выглядит окно Gemini. Это первая версия. Точно так же, да, у вас есть запрос, вы пишете запрос, и Gemini пишет ответ. Точно она может генерировать несколько версий, вот там вот показать черновики. То есть может писать ответ на запрос несколько раз, а вы из этого выбираете тот, который считаете лучшим. Тоже, видите, да, структурированный текст. Это если вы не задаете указаний, какой именно текст нужен, а по умолчанию у вас будет что-то вот такое максимально структурированное. В принципе, практически у всех нейросетей. Дальше, следующая компания Антрофик, и это основной конкурент ЧАД-GPT. Их модели называются Клод, и тоже разница заключается не сколько в том, что настроено как, а в том, как обучено. Клода обучали конкретно под присмотром человека. То есть большинство нейросетей как, им кормят автономно данные, и только потом проверяют, чему они научились. У Клода обучались с самого начала, ему показывали варианты, он выбирал что-то из них, а потом человек говорил, хороший он выбор сделал или не очень хороший. За счет этого считается, как бы, сама нейросетка более такая, у них концепт называется helpful, harmless and honest. То есть она этичнее в своих ответах и более, ну вот, не побоюсь этого слова, да, сейчас это человечнее. Вот, у Клода сейчас вышла третья версия, помним, да, что чем свежее, тем лучше. И она делится на три части. Есть опус, сонет и хайку. По названиям видно, да, какая самая большая, какая самая маленькая. Хайку самый маленький и быстро работает, но не справляется с, прям, со совсем сложными задачами. Для пользования в быту вполне себе, для использования внутри компании слабовато. Антрофик отличается тем, что у него огромное окно контекста, мы про это тоже сегодня поговорим. Пока запомните эту мысль. Клод – самое большое окно контекста. И доступно сейчас только в части стран, то есть даже в Европе еще нет доступа к последней версии Клода, но уже можно пользоваться через сайты-агрегаторы. Ну, почему? Потому что компании дешевле дать доступ сайтом через интерфейс для разработчиков, чем делать отдельный сайт. Вот так выглядит Клод. Это, естественно, версия не публичная. Это как раз из закрытых показов. Видите, написано слева Клод 3 Opus 2024. Вот это свежая моделька. И вот он отвечает на вопросы. Я Клода пробовала, именно с хайку работала. Осталась довольна. То есть очень хорошее качество. С точки зрения высокохудожественности, чат же 5 лучше, но Клод очень хорош для обработки больших текстов, про что мы будем говорить в четверг. Так, первая российская нейросеть. Она не первая хронологически, но такая известная, наверное, самая известная сейчас. Это гигачат. Гигачат. Всего, кстати, у нас 3 российских нейросети. И вот про 2 из них я сегодня расскажу. Гигачат. На самом деле гигачат – это не одна нейросеть, а три нейросети. С одной вы уже работали. Это Кандинский. И там еще несколько. Они просто работают вместе в одном окне. За что, кстати, отвечает еще одна дополнительная нейросеть. Это версия 3.5. Ручат же 5.3.5 называется. И так примерно и соответствует. Чат же 5.3.5. С моей точки зрения, гигачат устаревший по сравнению с флагманами. Но хорошо понимает русский язык, английский язык. И на таком и на таком можно писать, как вы видели на примере Кандинского. Есть доступ на отдельном сайте. Нужно регистрироваться через SberID. И есть боты для ВК и Телеграма. То есть официальные боты, а не какие-то сторонние варианты. Так. Соответственно, вот так вот примерно выглядит интерфейс. Тоже, да? Видите, структура та же самая. Слева у вас список чатов, а посередине большое окно, где вы переписываетесь. Вот таким вот образом выглядит работа. Это уже версия постарше тоже изменилась оформление. Ну, при смене оформления тут мало что на самом деле поменялось. Работает модель точно так же. Вот идет запрос сверху и идет ответ. В отличие от чат GPT нет аватарок. То есть немножко тяжелее понимать. Только по размеру шрифта понятно. Сейчас еще и по цвету шрифта понятно, где ваши реплики, где реплики самой нейросети. Ну и все. А дальше принцип работы точно такой же. Что-то добавляете, изменяете какие-то слова и получаете другой ответ. Гигачат исследован меньше, чем исследован чат GPT. Теоретически он должен промпты, запросы ваши понимать, так же, как чат GPT. Практически он это делает не так. Для того, чтобы максимально эффективно с ним работать, нужно еще большое количество исследований. А вот Яндекс, как раз их модель была самой первой. Она тогда еще называлась Яндекс.ЛМ, а сейчас переименовали, и она называется Яндекс.ГПТ. И вот я ее называю моделью невидимкой, потому что это сервисная модель. Она встроена в Алису, она встроена в Шедевром, она встроена в Яндекс.Браузер и работает именно вот так вот утилитарно. Напрямую с ней пообщаться можно в Яндекс.Браузере, но она не особо предназначена для такого прямого использования. Актуальная версия тройка. Это достаточно свежая версия. Качество вполне достойное. И для компаний, чем Яндекс.ГПТ интересен, тем, что если вы им пользуетесь от лица своей организации, вы его можете обучать. Прямо вот в интерфейсе есть такая возможность обучить нейросеточку, показать, например, все ваши договора за последний год, и она из них будет вынимать какую-то информацию. Или загнать туда все посты, которые вы писали в соцсетях тоже за последние несколько месяцев. И после этого Яндекс.ГПТ будет отлично попадать в стиль текста и писать похожие посты. Но это как раз тот вариант, который не для обычного пользователя, а для компании. Вот так она выглядит в Яндекс.Браузере. То есть не такое окно непривычное, а именно чат, как чат с техподдержкой. И вот в живом режиме это интерфейс для работы компаний. Тут слишком много кнопочек настроек, и во всем этом нужно долго разбираться. Но тут уже чат выглядит попривычнее, уже в виде полноэкранного диалога. И точно так же вы пишете запрос и получаете ответ. Опять же, исследований недостаточно. По логике должно работать, как все остальные нейросетки. На практике на некоторые моменты реагируют не так, как другие нейросетки. Почему? От чего нужны исследования? К сожалению, вот у нас в нашей текущей действительности научных именно исследований российских нейросетей ведется крайне мало для того, чтобы находить какие-то новые методы и приемы. Ну и раз я несколько раз упоминала агрегаторы, наверное, нужно на них немножко остановиться. Агрегаторами мы называем сайты, программы или боты, которые подключены через интерфейс разработчика сразу к нескольким нейросетям. То есть вы, условно говоря, заходите вот в этот сервис и можете выбрать, хотите вы сегодня поговорить с ChatGPT, с Клодом или с Гигачатом. Поскольку сами разработчики этих сервисов доступ к нейросетям получают платный, то использователи, они тоже, как правило, взимают деньги. У некоторых агрегаторов есть какое-то количество бесплатных запросов или даже количество бесплатных запросов в месяц. Но для того, чтобы работать с ними постоянно, нужно платить. Это сразу имейте в виду. Из всех агрегаторов мой самый любимый – это все GPT.ru. У меня там отдельно тарифы для физических и юридических лиц. Вот у меня тариф получше, подороже. Он обходится 400 в месяц. Подешевле 200 в месяц, но тогда не все нейросети доступны. Ограничений нет по количеству запросов. Только не все нейросети можно использовать. 400 в месяц – это рублей. Это все в рублях. 400 в месяц – это подписка. И плюс у каждого запроса есть еще своя стоимость. По количеству символов. То есть тысячу символов в запросе берется еще сколько-то копеек. И за тысячу символов в ответе нейросети тоже берется сколько-то копеек. У каждой нейросети, у каждой модельки там своя стоимость. Очень-очень большая таблица. Вот почему именно все GPT и почему такая большая у меня к нему любовь? Это российский сервис. Для подключения к нему не нужен VPN. Он принимает оплату российскими картами. Весь интерфейс у него на русском языке. Ну вот сама нейросеть, да, можно по-разному разговаривать. А вот интерфейс именно на русском языке. И даже к тем нейросетям, которые не понимают русского языка, а такие, да, тоже существуют, у них есть специальные переводчики, чтобы вы могли писать свой текст на русском, а уже там, внутри невидимый вашему глазу, переводчик переводил на английский, отправлял в нейросеть, получал ответ, снова переводил на русский и показывал вам итоговый текст только на русском. Мне кажется, это потрясающе, и такой фишки у других агрегаторов нет. Да, это все в рублях. То есть это цена в рублях, карты российские. Я знаю несколько других агрегаторов, но там уже и оплата зарубежной картой, доступ может быть через VPN подключения. Этот сервис работает напрямую. У него интерфейс, конечно, ну вот ночью на коленке автор написал, что сайт работает и не трожь, но функционал прекрасный, и когда выходит новая нейросеть, к ней довольно быстро дает доступ. Вот когда вышла ЧАДЖИ 5.4 ОМНИ, она уже через несколько часов появилась на этом сайте. А поскольку здесь много разных моделей, можно подключиться, попробовать, какая из них больше подходит для ваших задач, и уже осознанно сделать свой выбор. Не потому что ведущий вебинар рассказал, что ЧАДЖИ 5 лучше, а потому что вы попробовали и решили, что для ваших задач эта нейросеть подходит больше. А на самом деле это так и есть. Мое мнение, это только мое мнение, это значит, что нейросеть подходит именно для решения моих задач. Для ваших задач может быть совершенно другая нейросеть. Так, все. С нейросетями мы закончили, и переходим уже к чисто практической части. Вот перед вами стоит какая-то профессиональная задача, что-то нужно сделать по работе. У вас под рукой есть прекрасная, умная, красивая нейросеточка, и теперь вы собираетесь попросить ее решить какую-то задачу. Для этого вы пишете запрос и не получаете того результата, который вам нужен. Почему? Потому что вам нужен не запрос, а вам нужен промпт. Специально структурированный, оформленный с ключевыми словами текст. И, опять же, по-умному это называется, что вы не пишете запрос, а вы пишете промпт и делаете дизайн промпта. Почему именно дизайн? Потому что у нас часто переводят слово так, что складывается впечатление, что оно относится в первую очередь к творчеству. На самом деле дизайн – это в первую очередь проектирование, проектирование конечных результатов. Когда вы даете нейросети задачу, вы ожидаете от нее какого-то ответа. У вас в голове уже есть образ ответа. И через написание промпта вы его проектируете. Поскольку мы посмотрели на структуру трансформера, на то, как нейросеть берет ваш запрос и превращает его в ответ, уже, скорее всего, вы сделали вывод, что каждое слово в запросе каким-то образом влияет на ответ. И именно работа с подбором вот этих вот слов и называется дизайном. Дизайн промпта состоит из четырех основных частей. Три сейчас, четвертую потом. Первая часть – это структура. Тот запрос, который вы направляете, для того, чтобы он превратился в промпт, нужно разделить на смысловые части. Например, формулировка задачи. Какие исходные данные есть? В каком формате вы хотите получить ответ? Например, если вы пишете промпт про… Ну, давайте немножко пофантазируем, да? Предположим, перед вами стоит рабочая задача по созданию виртуальной выставки. Вы пишете запрос «Разработай виртуальную выставку». Это задача. Дальше вы говорите «Тема этой виртуальной выставки – творчество Успенского». Дальше вы инструкции пишете. В выставке должно быть представлено не менее 15 книг. Ну, и может быть, там еще какие-то нюансы. И формат ответа, как не все должны ответить. Перечисли в виде таблички. Или там дай ссылки на картинки с обложками этих книг. Таким образом, даже самый простой запрос можно разделить на какие-то смысловые части. И для того, чтобы получился хороший, качественный промпт, каждой смысловой части нужно дать заголовок. Вы прямо так и пишете. Задача, инструкция, формат, тема. Это очень сильно повышает качество конечного результата. Вторая часть промпта – это дескрипторы. Дескрипторы – это ключевые слова и фразы, на которые нейросеть реагирует определенным образом. Мы говорили про дескрипторы для генерации изображений. Точно так же бывают дескрипторы и для генерации текста. Какие-то я вам покажу. Какие-то можно найти в интернете. Но самые полезные дескрипторы – те, которые вы для себя собираете сами в словарик. Дескрипторы бывают очень и очень длинными. И их можно копировать просто из одного промпта в другой промпт. Например, вы придумали классную формулировку, как заставить нейросеть выдать результат табличкой, удобной и понятной табличкой. Вы можете сохранить этот кусочек промпта и использовать его повторно тогда, когда вам нужны такие же таблички. Третья часть в дизайне промпта – это форматирование. То, как вы его оформляете. Абзацы, отступы, жирный текст, точки, точки с запятой и обычные запятые – все вот эти нюансы, они тоже влияют на конечный результат. Поэтому в дизайне промпта мы в том числе говорим и про форматирование. Так, я надеюсь, что я вас еще не запутала, потому что вы в чате притихли, и я начинаю волноваться, все ли я понятно объясняю. Так, еще раз, опять же, соберу кратко мысль. Чем грамотнее вы написали запрос, тем лучше будет результат. Чтобы запрос превратился в промпт, его нужно разбить на смысловые части, добавить ключевые слова и правильно отформатировать. Да, действовали на ощупь. Я обнаружила, наверное, месяца полтора назад, что есть такие понятия, как слепой промптинг и промпт инжиниринг. Вот мы с вами, мы тут какие-то свои задачи решаем, мы занимаемся слепым промптингом. Мы что-то пробуем, сработало, не сработало, почему сработало, что с этим делать дальше. Это вот работа вслепую. А настоящие промпт инженеры, профессии, которой у нас еще нет, но, наверное, думаю, в будущем она появится, они к этому подходят по-другому. Они поменяли запятую на точку и провели 15 тестов, а как это сработало, как это отразилось. Там поставили новую рабочую задачу, они это все каким-то специальным образом обрабатывают, структурируют и только потом пишут промпты. Там вот от того, как мы делаем, отличается как небо и земля. Так. Ну, раз понятно, давайте пробежимся теперь про структуру. Да-да-да, Марина, совершенно верно. Лучшие промпт инженеры – это хорошие менеджеры. Если можете объяснить другому человеку, как он должен выполнить задачу, значит, уж с нейросетью вы точно справитесь. У нейросети меньше способов сделать не так, как сказал начальник, чем у живого человека. Итак, в плане структуры. Если поискать в интернете, вы найдете про структуру немало статей, научных каких-то выпусков и даже инфографики о том, что вот такая вот структура работает лучше всего. Не верьте. Правильных вариантов не существует. Придумывают какие-то способы более удобные запоминания, для запоминания, более удобные для решения каких-то задач. Удобную для себя структуру вы соберете сами. Важно не то, на какие части вы делите промпт, а то, что вы делите, даете заголовки и то, где вы располагаете формулировку задачи. Большинство нейросетей лучше реагируют, когда задача написана последним пунктом. Но вот, например, французская мистраль лучше реагирует, когда сначала пишут задачу, а потом уже все остальное. То есть вот такие вот небольшие нюансы. Главное, что вы делите на вот такие смысловые части. И есть еще один маленький секрет, мы его еще в четверг дополнительно вспомним. Это то, что самым последним блоком есть смысл нейросети подсказать начало ответа. Например, начни свой ответ словами. В творчестве Эйзенштейна есть немало интересных приемов, которые используются и в современном кино. И нейросеть начнет ответ с этой фразой и продолжит его. Таким образом она отсечет вводный текст, то есть уже часть лишнего уберет. Она уже поймает стиль ответа и поймет примерно его содержание. То есть как раз вот таким образом вы задаете ей, подсказываете, промс же это подсказка, подсказываете, какой именно ответ вы хотели бы видеть. Итак, со структурой. Делим на части по смыслу. Они могут быть очень короткие. Два-три слова тоже нормально в части промпта. Отделяем их между собой пустой строчкой. И у каждой части пишем заголовок. Я покажу примеры на английском языке и на русском языке, чтобы вы могли взять тот, который лучше подходит. Я же не знаю, с какими именно нейросетями вы будете работать. Вот простой вариант, который встречается очень-очень часто. Роль, задача, инструкция. Ты начинающий библиотекарь. Твоя задача объяснить читателю, что невозможно найти книгу по синенькой обложке. Инструкция там сделает это в доброжелательной, дружелюбной манере. Вот три части. И мы у них пишем заголовки. Не обязательно именно такие. Можно вместо инструкции написать стиль слова, этапы. Главное, чтобы вы дали какой-то внятный заголовок. Вот тоже пример. Я вообще не очень люблю выделять роль у промпта. У меня на это как бы есть свои причины для тех задач, с которыми работаю я. Но многие предпочитают отдельно выделять роли. Вот тоже роль, задача и инструкции, контекст и примеры. Примеры – это очень и очень важно. Но об этом мы тоже еще поговорим отдельно. Дальше. Вот такая структура. Я нашла ее в чате для методистов. И методисты как раз предлагают пользоваться вот такой. Вот описывать сначала учеников, указывать, какую стратегию обучения вы придерживаете. Дальше давать темы и заголовки, примеры. И уже потом задача и в каком формате должен быть результат. В каком формате должен быть ответ нейросети. Вот для меня оказалось полезным. То есть я отсюда взяла как раз идею про учащихся и идею про стратегию обучения. В некоторые свои промпты, когда делаю методическую работу, добавляю и получается очень даже неплохо. Дальше. Вот такая система тоже кто-то придумал, разработал, назвал ее автомат по начальным буквам. Тут не совсем по ним. Я переписала немножко, чтобы было понятнее для вас. Это принцип агент. То есть это та же самая роль. Просто здесь она названа как симулятор персона, ну или как агент ее можно назвать. Задача, этапы, контекст, формат, результат. То есть, как видите, большинство случаев части промпта плюс-минус одинаковые. И поскольку они стоят в разном порядке, вы можете придумать свои собственности. Дальше. В дизайне промпта, вот мы разбили на смысловые части, берем дескрипторы. Я, конечно, могу поделиться своим словарем дескрипторов. Но он подходит для чат GPT и в том случае, когда вы пишете промпты на английском языке. Другая нейросеть отработает совершенно по-другому. Поэтому я считаю, что словарь дескрипторов, вот такие вот ключевые фразы, каждый должен собирать себе самостоятельно, в зависимости от того, с какой нейросеткой он работает. Сразу обращу внимание на стоп-слова. Так, например, если писать слово «клиент» в Gmini, он будет давать более качественно структурированные ответы в стиле такой доброжелательной техподдержки. Если в чат GPT написать слово «коллега», «общайся как с коллегой», вы получите такую формальную ерунду, что ее придется несколько раз переписывать. То есть вот слово «коллега», например, для меня стоп-слова. Никакие другие. Пиши дружелюбно, пиши естественным языком. Ничто не срабатывает, если в промпте есть слово «коллега». Точно так же работает, например, холодный звонок. Тоже сразу все становится казенным и совершенно невкусным. Вот такие стоп-слова нужно отмечать и на них сразу обращать внимание. Ну и не совсем дескриптор, но очень хорошо работающий трюк – это эмоции. В тестах пробовали разные варианты. Это очень важно для моей работы. Я дам тебе чаевые, если ты хорошо сделаешь эту задачу. То есть вот такие вот абсолютно, кажется, нелогичные и неважные вещи работают на самом деле хорошо. Скорее всего, вот такие эмоциональные фразы каким-то образом внутри черного ящика меняют вероятности и смещают те слова, которые потом нейросеть выбирает для ответа. И если это работает, ну почему бы этим не пользоваться? Итак, ищем интересные варианты в сети или из своих собственных примеров. Вот получилось что-то удачное, как мы вчера в чате обсуждали, что я искала синонимы к слову «пирожок», а оказывается, нужно было написать «жареный пирожок». Вот такие находки сохраняем, записываем себя куда-то и при необходимости добавляем пункты. Ну вот несколько примеров из моей коллекции. Моя вау-находка – это BeVerbless, после чего нейросеть перестает экономить символы и начинает писать, наконец-то, нормальными объемами текста. То есть вот пиши развернуто, пиши длинные тексты не работают, а вот BeVerbless работает очень и очень хорошо. Дальше вот Simple, Simplified, Clear Language. Очень небольшие нюансы, но на каждое из этих слов стиль текста меняется. Поскольку нейросети, как маленькие дети, плохо понимают негативные формулировки, то есть не бегай, не прыгай, слышится для них как бегай и прыгай, то вместо «не», «нет» я вот использую вариант «избегай» или по-английски «avoid». «избегай» чего-то, тоже срабатывает неплохо. Так, и вот. А вот это вот не просто слово или фраза, а это дескриптор предложения. И бывает даже дескриптор абзаца. У меня просто не врезало, чтобы было абзацем. Это дескриптор на ограничение галлюцинации, то есть чтобы нейросеть меньше фантазировала, вот ей можно написать вот такой вот кусочек текста. И это работает. То есть даже вот такие длинные дескрипторы и еще более длинные дескрипторы, их можно собирать и их можно использовать. Так, третья важная часть в дизайне промпта – это форматирование. то есть то, как мы его оформляем. И действительно, это на самом деле огромная роль. То есть иногда написал, вроде промпт написал, как обычно, а оно не срабатывает. Начинаешь проверять, и какие-то нюансы именно форматирования могут невероятно сильно повлиять. Очень сильно влияет уникальность символов. Так, если вы форматирование использовали где-то кавычки, а потом у вас есть еще где-то кавычки в тексте, но уже не как элемент оформления, а просто как выделение какой-то фразы, прямо все ломается. Именно из-за того, что вы как-то неправильно отформатировали, не посмотрев на какие-то нюансы. Так, нейросети могут потом узнавать почерк форматирования человека. Если вы держите нейросетку в качестве домашнего питомца и дообучаете ее на своем собственном почерке форматирования, да, будет. Если мы говорим про универсальную нейросеть, у которой есть все доступы, нет, конечно, не будет. То есть их этому не учили. Они хорошо работают и распознаются внутри одного чата, то есть когда вы продолжаете диалог, они учитывают, мы об этом сейчас поговорим. И для, например, чат GPT можно написать Custom Instruction. Это прямо отдельный раздел в настройках, где вы можете дать какие-то инструкции, и они будут применяться ко всем чатам. И там вы можете сказать, когда я говорю вот так вот, это имеется в виду вот так вот, и это будет учитываться. Так, и еще форматирование можно совместить со структурой. Сейчас покажу, как. Значит, вот вариаты с кавычками. Это левый столбик. Я очень не люблю кавычки в промптах. Почему? Потому что кавычки часто нужны для того, чтобы не разбивать какую-то фразу, для того, чтобы передать прямую речь. Если копируешь текст откуда-то из документа, то там тоже часто встречаются кавычки где-то в названиях. И если использовать кавычки в качестве оформления поста, нейросеть просто запутается. Поэтому варианты, которые я видела, это тройными кавычками что-то отделяют. Но мне кажется, лучше всего вместо такого отделения ставить просто пустую строчку. Пустая строка работает всегда великолепно. Посередине вы видите фигурные скобки. Разные. То есть у вас есть как минимум три варианта. Опять же, круглые скобки не рекомендую использовать по той же самой причине. Они где-то могут встречаться в тексте. А вот фигурные скобки работают хорошо. Я обычно беру квадратные, но это на самом деле не так важно. Через такие скобки можно даже задавать переменные. То есть я пишу нейросети. В квадратных скобках я буду писать студентов. Какие у меня студенты. В треугольных скобках я буду писать, какая учебная тема. В фигурных скобках я буду указывать, в каком формате будет проводиться урок. И дальше я просто в чате продолжая диалог пишу в разных скобках разные характеристики и у меня выдается разный текст. Отлично работает для многоразового использования промптов. А промпты, я это вам не сказала, но я вам обязана это сказать. Промпты создаются на самом деле не так быстро. Это достаточно долгая и серьезная работа для того, чтобы создать качественные промпты. Поэтому их нет смысла писать для разовых задач. То есть если мне нужно прямо сегодня написать за ребенка сочинение по жизни маршака, это разовая задача, я не буду для этого писать никакой промпт. Я отправлю обычный запрос. А вот если мне в моей работе регулярно нужно выпускать контент в определенном формате или регулярно анализировать какие-то типовые документы, тогда я потрачу время, напишу качественный промпт и автоматизирую свою задачу. Для разовых задач нет смысла с этим возиться. Так, имеет ли смысл смайлы? Смайлы – это не форматирование. Смайлы – это дескрипторы. То есть если вам нужно дать какие-то эмоции, да, почему бы и нет. То есть стандартный набор смайлов нейросети распознают. Или привычные шелтыми колоками тоже они это все распознают. У стандартных смайлов есть свое символьное обозначение или свой тег, и он общий для всех сервисов. Какая-то экзотика может не встречаться, но вот улыбка, грусть, злость, цветок – это все унифицировано, и нейросети – это все прекрасно понимают. Ну и, наконец, правый столбик – это как раз способ объединить форматирование и структуру. Вы берете теги, как в XML-разметке, в HTML-разметке, если кто-то делал свои собственные сайты, для вас это привычно. Вы отделяете текст такими тегами, то есть каждый структурный блок пишете в начале такой тег и в конце закрывающийся с косой чертой, а вместо слова «тег» пишете название этого блока, даже по-русски, например, задача, например, инструкция. Да, нейросети понимают HTML, нейросети могут выдавать вам контент в формате HTML, и это не гулые слова, это реальные наши с коллегами опыты, когда нейросети можно было попросить сделать несложную браузерную игрушку, и она для этого писала код, код потом заливался на сайт, и игрушка просто стояла и работала. Она сейчас стоит и работает, но для внутреннего развлечения, внутрикорпоративного, публичной, пока мы такие проекты не сделали. Да, да, все это прекрасно работает. И код работает, и маркдаун, то, как нейросети размечают свой текст, это маркдаун-разметка. Можно попросить ее использовать, можно попросить ее не использовать, можно использовать самим маркдаун-разметку. Тут все, что есть в интернете, все интернет-стандарты, они все использовались в обучающих выборках. Поверьте, у нас интернет, хоть и кажется бесконечным, его мало для обучения нейросетей. Количество уникального контента, который люди генерируют, не так уж и много. А сейчас, учитывая юридические и этические вопросы, о которых мы будем говорить в понедельник на практикуме, в дополнение к обратной связи, учитывая это, контента годного для обучения моделей стало еще меньше. И мне кажется, что вот новая нефть, да, нефть нового века, это как раз уникальный человеческий контент. Да, нейросети – отличные помощники, но они не могут ничего сделать, пока вы их не обучите. А для того, чтобы их обучить, человек должен создать что-то свое уникальное. Так, что ж, а я сказала, что есть три важных части в дизайне промпта, но на самом деле их четыре. И вот четвертая важная часть – это как раз контекст. Что такое контекст и почему нейросети без контекста очень и очень больно и плохо? Контекст – это то, что окружает задачу. Это могут быть факты, предшествующие события, предпосылки, аргументы, все то понятийное поле, внутри которого существует наш промпт. И поскольку нейросети-трансформеры работают через механизм внимания, они могут оценивать не только то, что вы написали в промпте, но и весь контекст. Вот они встретили в вашем промпте слово «ниагара». Ага, у них где-то там в обучающей выборке, в своей базе знаний, есть несколько статей из Википедии, где упоминается «ниагара». И генерируя ответ на ваш запрос, они учитывают контекст из этих статей. У них достаточно мощности, чтобы видеть не только ваш текст, видеть не только наиболее вероятные соседние слова, но и для того, чтобы видеть контекст вокруг. А когда мы к чему-то добавляем контекст, все сразу становится лучше. И это не совсем шутка. Помните, вот эту вот схемку, когда мы говорили о том, что нейросеть умеет делить слова по категориям, понимать, к каким группам они относятся. Вот тут очень маленькая схемка, буквально 2-3 предложения. А теперь представьте вот такую вот схему, например, по всей Википедии. И вот это тот объем контекста, который в принципе нейросети доступен. Она не может с ним оперировать, у нее не хватит на это ресурса, но он ей доступен. А что входит в контекст и что вы можете давать в качестве контекста нейросети? У нее есть собственный контекст, где она чему-то научилась в свое время. И есть тот контекст, который вы прописываете в промпте. То есть это четвертая важная часть. Вы можете прописать роли и ситуации. Вот это та причина, по которой я не люблю отдельно выделять роли. Я считаю, что роль должна быть указана просто в разделе с контекстом. Вы описываете кратко, четко, законченными фразами. То есть я прямо так и выделяю отдельный блок и даю ему заголовок «контекст» или даю ему заголовок «информация» или даю заголовок «данные». То есть вот таким образом он выделяется. И я еще контекст дополнительно в квадратные скобки заключаю, чтобы он не распадался на какие-то отдельные смысловые кусочки внутри черного ящика нейросети. То есть кратко мы экономим символы, но общими штрихами описываем ситуацию, внутри которой находится ваша задача. Что это может быть? «Мне нужно срочно сделать х» или «я сделал у, но мне в качестве обратной связи написали, что плохо вот это, вот это и вот это». Это все в контексте. Дальше в качестве контекста вы можете давать примеры. Нейросеть очень любит примеры. Это прямо такой отдельный метод составления промптов, когда вы в структуре выделяете блок примеров, и лучше всего, если их давать в формате вопрос-ответ. Например, в прошлый раз я решала задачу заголовок к тексту. Сейчас мне нужно снова придумать заголовок к тексту. Я пишу нейросети, придумай заголовок к вот этому тексту. Например, и даю кусочек прошлого текста и заголовок, кусочек другого текста и заголовок. А дальше третий заголовок дает нейросеть уже к моему тексту. То есть примеры важны. Если вы можете их привести, это очень и очень хорошо. Два примера – это замечательно. Больше не всегда значит лучше. Вот поэтому останавливаемся на двух. Ну и, наконец, контекст может быть каким-то материалом. Например, я изучаю новую для себя тему сценарного обучения или использования кейсов и симуляций. Я собираю материал, который у меня есть, и отдаю его нейросети, чтобы она выбрала туда тезисы, составила summary или написала для меня инструкцию, а может быть сразу текст для какого-то поста. То есть это будет очень большой объем текста. Я его Ctrl-C, Ctrl-V вставила в чат с нейросетью. А некоторые нейросети позволяют сразу прикрепить просто файлы. И они могут читать PDF-файлы, TXT-файлы, Word-овские файлы и уже извлекать из них информацию и обрабатывать. Так, в текстовом нейросети можно использовать графические модели в качестве примера. Графические модели имеются в виду изображение, рисунок с какой-то графической моделью. Мне кажется, я упоминала, говорила об этом термине, компьютер-вижн, компьютерное зрение. Вот если у этой модели есть компьютерное зрение, то да, она поймет то, что изображено на рисунке. Компьютерное зрение есть у ChatGPT, у Gmini, а вот у Клода, по-моему, оно как-то отдельно подключается и в общем модели недоступно. Но это надо проверять, что модель, которую вы используете, у нее есть компьютер-вижн. Обычно у модели может быть вот такое обозначение. И вот это говорит о том, что она распознает то, что на картинке. Так, вот. Соответственно, представим, что у меня очень и очень большой текст. Если я его скопирую и вставлю, будет ли у меня нейросеть обрабатывать такой большой текст, или она скажет, слишком много букв не читал, и откажется обрабатывать запрос. На это отвечает размер окна контекста и количество токенов. Вот окно контекста – это один чат. Сколько информации внутри одного чата может нейросеть запоминать? Вот бывает как. Работаешь, работаешь в одном чате, решаешь там какую-то одну типовую задачку, неделю работаешь, вторую работаешь, месяц, и нейросеть начинает резко глупеть. Как будто уже разучилась делать эту задачу. Это значит, что вы вышли за размерок на контекста, и она стала забывать то, о чем вы говорили раньше. Чтобы работать сейчас, она перезаписывает, стирает информацию, и получается, как пришел на кухню и забыл зачем. Вот и с нейросеть сетями такое может произойти. Какой размер окна контекста есть у моделей? Это немножко устаревшая картинка, но тем не менее цифры не сильно изменились. Гарри Поттер и философский камень. У Чаджи Пети, у современной, помещается не больше полутора книг в нее. У третьего Клода две. Джимини почти 10 книг таких может обрабатывать. То есть это все, весь ваш диалог, от самого первого сообщения до последнего. Кстати, это дает нам очень интересный лайфхак. Если нейросеть помнит все то, о чем вы говорили с ней в диалоге, до определенного предела, и если первое сообщение в этом диалоге самое важное, это значит, что первым мы пишем именно промпт, структурированный запрос, а дальше мы просто продолжаем беседу. Без всяких промптов. А еще это значит, что вы самое первое промпт можете написать на английском языке. И в конце его просто добавить, отвечай по-русски. И дальше весь диалог вести по-русски. Как понять, важно для нее или нет? Это не вопрос. Самое первое сообщение определяет контекст диалога. То есть это прямо базовая информация. То, что вы напишете первым сообщением, оно крайне сильно будет влиять на весь последующий диалог. Да, это происходит по умолчанию. И именно поэтому, когда у вас меняется тема, вы должны начинать новый диалог. Иначе вы сначала разговариваете с ней про аквариумных рыбок, а потом переключаетесь на медведей, и неожиданно нейросеть будет твердо уверена, что медведи разводят аквариумных рыбок. Да, нужно думать, с чего начать. Начинать надо с промпта. Дальше вы можете идти обычными запросами. И я прям сильно рекомендую, если нейросеть у вас англоязычная, то есть не Google Chat, не Яндекс.GPT, сильно рекомендую первый вот этот промпт писать на английском языке. Очень здорово помогает. Вот это. Текстом забыла переключить слайд, чтобы у вас тоже потом при просмотре презентации осталась эта информация. Новый диалог начинается какой-либо командой. Если вы в Telegram-боте, да, там нужно либо новый чат начать, либо очистить информацию, чтобы полностью очистилось окно контекста. Если вы делаете вот в интерфейсе чат GPT и гига чата, нет, вы просто создаете новый диалог и пишете там запрос. Никакой команды не нужно. Вот. А то количество, которое вы в своем запросе можете написать, символов, оно меряется в токенах. То есть окно контекста мы меряем, условно говоря, в Гарри Поттерах, да, а одно сообщение мы меряем в токенах. Да, можно вести несколько диалогов. В Telegram-ботах нет, а вот в этих интерфейсах, да, там вы сбоку просто создаете несколько чатов и введете. Например, у меня есть чат для суммаризации текстов. Я к нему прихожу, когда продолжаю диалог, когда я возвращаюсь к какой-то теме. А к какому-то чату я возвращаюсь, когда мне нужно сгенерировать там картинки с бегемотиками. Вот он висит, уже там почти год висит, я к нему прихожу, когда у меня есть настроение. Да, да, прямо как в электронной книге можно читать сразу несколько книг, согласно. Так вот. Объем информации в одном запросе меряется в токенах. И, как я показывала, на английском языке практически одно слово, один токен. В русском языке так не получается. Примерно соотношение к 3 к 2, и вот на практике это выглядит вот так вот. Видите, как разбитый текст, да? В английском языке в токенах больше символов и часто входят слова целиком. А вот в русском преимущественно слова разбиты на несколько токенов. Соответственно, ну вот если, например, пользоваться тем же агрегатором CIGPT, да, он считает каждую тысячу символов, даже не токенов, а каждую тысячу символов. И русский язык, в принципе, текст получается длиннее, а значит, на русском языке тексты получаются дороже. Да, это часто вопрос нескольких копеек, но если работать именно регулярно, если это нейросеть для вас не просто игрушка, рабочий инструмент, за месяц может набежать какая-то вот заметная сумма. Ну что ж, традиционно, да, в конце подведем итоги, вспомним, о чем мы сегодня говорили. Самые современные нейросети – это трансформеры. Трансформеры, то есть способ работы с нейросетями, способ построения архитектуры называется трансформерами. Это буква «Т» в сокращениях. Если она есть, значит нейросеть, как правило, современная. Трансформер видит текст целиком. Он видит его в числах, но весь целиком. И для него важно, как отдельные слова соотносятся друг с другом. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Чуть-чуть выше. Дальше. Когда мы подбираем модель, которая для вас подходит, стараемся брать самые свежие. Новое – значит более качественное. Более свежие данные, более современные способы тренировки. Учитывая, что новые методики работы с нейросетями появляются каждую неделю, и бывает, что не по одной, то тут действительно разница в месяц может иметь решающее значение. Есть нейросети широкого профиля. Это то, о чем мы говорили. Чат GPT, Клод Хайку, Джи Мини, Гигачат, Яндекс. А есть узкоспециализированные и профессиональные. Альфа-фолд, которая нужна для расшифровки структур уже не просто белка, но и других молекул. Альфа-стар, которая натренирована играть в компьютерные игры, а именно в стратегии, и может соревноваться с игроками. Есть Bloomberg, который натренирован на финансовых данных и может работать с информацией с фондового рынка. То есть вот это вот узкоспециализированные модели. В гуманитарной сфере, то есть нейросети специальные для сотрудников библиотек, музеев, нейросети специальные для преподавателей, таких специализированных моделей пока нет. Дальше. Чтобы написать хороший промпт, нужно помнить о его дизайне. Мы делим наш запрос на части, отделяем части друг от друга пустой строкой. У каждой части пишем заголовок, добавляем где нужно скобки или теги, или какие-то другие элементы форматирования и продумываем ключевые слова. Удаляем стоп-слова и добавляем те слова, фразы, прямо абзацы, на которые нейросеть, конкретная нейросеть, реагирует лучше всего. Одна из важных частей, смысловых частей промпта – это контекст. Дополнительная информация, на которую опирается нейросеть. У нейросети есть свой собственный контекст, на котором она обучалась, но очень важно давать ей еще и ваш собственный, и уже ваш контекст, дополнительную информацию, которая имеет отношение к задаче. Чем качественнее контекст, тут важна не сколько длина этого контекста, сколько его качество, тем лучше будет ответ на запрос. Отвечая про токены, да, можно сказать таким образом, символы, поделенные на токены, у каждого из них есть числовое представление, но по факту нейросеть работает не напрямую с токенами, она работает с векторами. То есть дальше через embedding токены векторизуются, и дальше идет обработка. Вектор будет и у вашего запроса, вектора лежат внутри слоев самой нейросети, в векторах представлены базы данных, к которым обращаются нейросети. Так, следующий вебинар у нас пройдет в четверг, там же я дам практические задания. Нужна ли вам задача со звездочкой для генерации текста, попробовать свои силы на чем-то нестандартном? Хорошо, тогда я тоже выложу в чат, посмотрите, в какой нейросети вам удобнее это решать. Если для вас будет интересен агрегатор, по крайней мере тот, все GPT, которые я показывала, скоро выпустят, мы буквально вчера закончили писать инструкцию по этому сервису, я думаю, что в течение недели его выпустят, и я смогу дать вам ссылку. Мозг наш тренирует, как обойти правила нейросети. Да, а вы знаете, что есть прямо серия челленджей, которые направлены на то, чтобы обойти правила нейросети. Есть промпты на джейлбрейкинг, а есть именно игрушки на джейлбрейкинг. Джейлбрейкинг – это как раз и есть обход правил чего-то, в данном случае обход правил нейросети. И вот есть… да, 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 хакнуть. Ну, оно не совсем хакнуть, потому что немножко другой принцип. Сейчас я вам даже экран расшарю. Здесь Гэндальф, а есть вторая часть. Это очень полезная тренировка. Так. Запрашиваю, куда надо переключиться. Вот. Называется… Так, называется «Москап челлендж». Смысл такой, что у этого очаровательного робота есть пароль, какое-то секретное слово. У вас есть окно чата, куда вы пишете запросы, и он каким-то образом отвечает. Нужно в диалоге выманить у него это ключевое слово. Ну, вот, например, только по-английски надо. Пока не работает. Ага, нет у него доступа к копишечке, что-то пока сломалось. Вот. И он отвечает. Когда вы выманили пароль, уровень повышается сложности, и у него повышаются настройки безопасности. Итак, 7 уровней, и 8 самый сложный. На 8-м там вот такой километровая инструкция внутри этого робота зашита, которая объясняет ему, как ни в коем случае не нужно выдавать вот этот вот самый пароль. Вот такие вот есть челленджи. На самом деле это очень интересно. Тема безопасности, она сама по себе классная. Тут тоже столько интересных решений, столько классных подходов. Но, видите, мы с вами готовимся использовать нейросети для решения профессиональных задач, а тема безопасности, она для тех, кто разрабатывает взаимодействие с нейросетями. И поэтому, как бы она мне не нравилась, но вот для вас это будет лишней, к сожалению, информацией. Мы лучше сосредоточимся на чем-то более для вас полезном. Так, и есть еще Гэндальф. Сейчас я попробую сообразить, где у него сайт. Гэндальф — это первая часть, он попроще. А МакАп — это уже вторая. Сейчас тоже найду ссылку. Ага, нашла. Гэндальф будет попроще. Там уровни сложности совершенно разные. То есть, вот так вот для экспериментов попробовать, да, чтобы для полноценного взломать и вытащить из него пароль. Там и SQL-инъекции, и всякие разные интересные подходы. Вот как развиваются сами нейросети, как развивается промп-инжиниринг, точно так же очень быстрыми шагами развивается и jailbreaking, взлом нейросетей. И вот, например, недавно Google выпустил исследование о том, что нейросеть можно просто перегрузить лишней информацией. Если у нее большое окно контекста, то есть можно очень-очень много текста написать, можно в нее загрузить кучу-кучу примеров того, как нейросеть якобы отвечает на запрещенные вопросы, например, про создание каких-то химических соединений. Забросать таким большим количеством примеров, там, с выходящим за тысячу, что у нейросети, условно говоря, просто закружится голова, и она забудет, что она не должна отвечать. Если там 2, 3, 30 примеров показать, она не выдаст тайны. А вот если счет пойдет на тысячу, она просто перестанет что-то соображать и начнет отвечать на вредоносные запросы. Вот, да, совсем как. Это контролируется не органами, это контролируется самими разработчиками, называется alignment, настройки безопасности, или guardians, барьеры, которые выстраивают. И с точки зрения безопасности лучше всего показывает себя как раз Клод, компания Antrophic, потому что он, у него не после обучения нейросети, эти настройки добавлены сверху, а он сразу обучался с этими настройками. То есть уже на уровне обучения Клод распознает вредоносные запросы и нормальные запросы. У остальных нейросетей эти настройки разработчики ставят потом сверху, и поэтому их обойти проще. С Клодом вот такой взлом сделать сложнее. То есть по факту это все задачи разработчиков. Так, что ж, коллеги, наше время подошло к концу. По просьбе наших организаторов напоминаю про сегодняшний файл с ссылками, про то, что по условиям гранта нам нужно получить несколько ссылок, размещенных в соцсетях. Раз мы можем поделиться знаниями, поделитесь тоже со своими коллегами, знакомыми ссылками на какое-нибудь из этих видео. Наш чат остается нашим чатом, наши практические задания остаются тоже нашими практическими заданиями, а вот эти видеозаписи, возможно, будут кому-то тоже полезными. Я с вами прощаюсь до четверга, и в четверг мы продолжим работать с текстами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok